Я специально не сидел в президиуме, меня это слегка пугает, напоминает 26-й съезд партии или что-то в том роде. И я поэтому не хочу выступать с трибуны. Меня зовут Виктор Купцис, в кардин, это все здесь. Передо мной поставлена очень сложная задача, я должен совершить прыжок во времени на 20 минут назад и проговорить свою презентацию, чтобы не задерживать коллег из IBM и Беларусьбанка. Я постараюсь это сделать, но мою задачу неимоверно попростил Михаила Леонидовича, за что это большое спасибо. Он, в принципе, рассказал все то, о чем собирался говорить я. В подробностях, в технических деталях великолепно лучше, в принципе, лучше, я, наверное, не расскажу лучше, поэтому я не буду повторять. Уже говорили, прошло 30 лет, мы все используем банкоматы, с 1994 года в России, сейчас уже по данным некоторым более 70% клиентов банков используют банкоматы чуть-чуть не каждый день. Можно следующий слайд. Неинтересный график, который вы все сможете посмотреть, получить и прочитать. Я думаю, что опять-таки повторяюсь. Но, что важно, банкомат по-прежнему один из наиболее популярных способов связи клиента с банком. Поэтому его нужно использовать для продажи. Но, что происходит, по-прежнему не только, кстати, актуально для России, но и для большинства банков в других странах, несмотря на то, что мы продвинулись на 30 лет вперед, а сервис большинства банков предоставляет примерно такой же, как 30 лет назад. Текст, который вы можете прочитать сами. Кстати, BBVA действительно, на мой взгляд, очень сильно продвинулись в этой области. Я не знаю никаких других банков, которые бы так… Да, коллега из Кювейта, которого сейчас нет, рассказывал про мультиканальность, что тоже очень правильно. Это как бы наша концепция. Но именно с точки зрения юзер-интерфейса, BBVA, конечно, впереди всех. Какие у нас задачи? Повышение качества услуг, генерирование доходов. В принципе, то, что сказал Михаил Леонидович, продажи. То есть мы должны зарабатывать с помощью банкоматов. И это возможно, да. То есть такие решения уже действительно есть. Мультикарты – это один пример. Компания «Сиарду» тоже этим занимается. У нас нет пока клиентов в России. Но зато есть клиенты в Киеве, в Азербайджане, в Латвии. В общем, слово ваше. Уже. Ваше. 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 Ваше.